Музыка Вы знаете, кто больше всего на Земле, на планете Земля, понял музыку Моцарта? Ну, конечно же он, наш гений российский, Александр Сергеевич Пушкин. Помните, что он пишет? Моцарт рассказывает Солерии о той музыке, которую ему принес послушать. Ну, скоро, что тебе я показать. Представь себе, кого бы, ну, хоть меня, Немного помоложе влюбленного, не слишком, а слегка с красоткой или с другом, хоть с тобой, я весел. Вдруг введение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Вот это что-нибудь такое, это самое сильное, самое страшное. Потому что мрак это хотя бы вербальность, это слово. Внезапный мрак, введение гробовое, гробовое, видишь, даже гроб, похороны. Но вот что-нибудь такое, это страшнее. Это вот этот вечер, когда не знаешь, проснёшься ли утром. И я даже понял, какая музыка имеется в виду. Этот удивительный эпизод. Я думаю иногда, что это, наверное, лучшее, что написано в музыке. Во всяком случае, мне пока ещё не пришлось встретить что-то более совершенное. Зачем Моцарт сделал это? Ведь он же прервал самую прекрасную в мире мелодию. Вот этот восход, это же равно Солнцу восходящему, это равно всей вселенской гармонии. И вдруг... Я стал пытаться понять зачем. Как музыкант. Как человек. И я понял. Я был неправ. Вот это вот. Это появилось не случайно и не неожиданно. Это и есть что-нибудь такое, что двойник Моцарта Пушкин хорошо знает по себе. Вот это мелодия. Смерти. Как что-нибудь такое была в самом начале. Только она сразу не была слышна. Уж больно красиво в правой руке. А теперь слушайте вместе. Начали. Вот она просто выскочила. Она была в самом начале. И чем прекраснее здесь, тем ближе к этому васу. И вот я сейчас выпишу всю линию. Слышите? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok